Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Последние несколько дней стали появляться сообщения о том, что на основе событий, связанных с компанией OneCoin, кинокомпания MetroGoldwynMayer планирует снять художественный фильм. В частности, на портале bitnovosti.com появилась следующая статья. Кейт Уинслет снимается в фильме о крипто-скаме OneCoin. Несмотря на то, что отдельные организаторы финансовой пирамиды OneCoin еще находятся под судом, уже идет работа над фильмом, в съемках которого примет участие звезда Титаника. Как сообщает портал Deadline, Кейт Уинслет снимется в главной роли фильма «Фальшивка», основанном на неопубликованной книге Джен Макадам и Дуглас Томпсон. Макадам, потерявшая вложенные в OneCoin деньги, выступит продюсером фильма. Над сценарием фильма «Фальшивка» работает режиссер картины Скотт Бернс, который снял политическую драму-отчет, основанную на отчете ЦРУ о пытках после 11 сентября, и написал сценарий фильма о пандемии 2011 года «Заражение», в котором также снялась Уинслет. Финансовая пирамида OneCoin была основана в 2014 году Ружей Игнатовой в Болгарии и имела типичную структуру схемы Понци, но с использованием слова «криптовалюта». Заявлялось, что OneCoin станет новым биткоином, хотя актив не был поддержан блокчейном или распределенным реестром. Несмотря на множество предупреждений от инсайдеров криптоиндустрии и государственных агентств, OneCoin бешено набирал популярность под лозунгом «Мы против них». Макадам, которая создала группу поддержки для жертв OneCoin, рассказала, что она, члены ее семьи и друзья потеряли более 250 тысяч евро или почти 300 тысяч долларов, и только потом они узнали, что сервер проекта не является блокчейном и не может генерировать криптовалюту. 7 мая, надо полагать, этого года, Игнатова была обвинена в мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с ценами, бумагами и отмыванием денег, однако ее не могут найти с 2017 года. Ее брату Константину Игнатову, также руководившему OneCoin, уже предъявлено обвинение, и он согласился дать показания против своей сестры. В результате деятельности OneCoin инвесторы потеряли до 5 миллиардов долларов. Вот эта статья заглавлена «Жертва аферы отобьется на экранизации, где Кейт Уинслет сыграет неуловимую королеву криптовалюты». То есть утверждается, что Кейт Уинслет сыграет непосредственно Ружу Игнатову, основателя OneCoin. Хотя в статье на портале RearU делается пояснение, пока неизвестно, кого именно сыграет Кейт Уинслет, но сообщается также, что она выступит продюсером проекта. На кинопортале кинофильмпро.ру уже опубликован анонс предстоящего фильма. Анонс озаглавлен «Подделка. Кейт Уинслет попадет в схему криптовалюты». И здесь даются пояснения оригинальное название «Фейк», «Страна США», «Жанр триллер», «Комедия», режиссер С. Бернс, премьера в мире 2021 год, главных ролях Кейт Уинслет и другие. Обладательница Оскара Кейт Уинслет на борту нового проекта Скотта Бернса, киноадаптации одноименной книги Джен МакАдам и Дагласа Томпсона. Она основана на реальной истории Джен МакАдам и ее причастности к мошеннической схеме финансовой пирамиды Ван Коин, некоем аналоге биткоина, которая была основана жительницей Болгарии Ружей Игнатовой в 2014 году. Как выяснилось позже, компании Ван Коин удалось мошенническими способами собрать более 4 миллиардов долларов. Сама МакАдам выступит в качестве исполнительного продюсера ленты. Трейлер и дата выхода фильма «Подделка» ожидаются в 2021 году. В 2017 году выходил фильм, также основанный на реальных событиях под названием «Лжец. Великий и Ужасный». Этот фильм был посвящен финансовой пирамиде Бернарда Мейдафа. Кто не смотрел этот фильм, очень рекомендую посмотреть. Что касается фильма «Подделка», я уверен, что в 2021 году большое количество людей захотят его посмотреть. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.